Добрый вечер, Минаев Лайф в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Максим Марцинкевич, Акатисак. Макс, привет. Это все тебе. Ты у меня неожиданно появился в скайпе на прошлом эфире. И я сначала, ты когда закончил говорить, я так сначала, нет, типа, ну, проверьте, проверьте, пожалуйста, может у меня с головой что-то не так. Нет, все, Акатисак, я сразу связался, вышел, мы в эфире. Слушай, значит, я даже, мне столько всего хочется у тебя спросить, что я даже не знаю, с чего начать. Знаешь, я начну с последних историй. Многие, я начал читать книгу, я не прочитал пока ее. Я тебе до эфира рассказал, что я начал, пролистал первые 10 страниц, потом у меня перевернулась, открылась она на зоне. Вот, я туда ушел, мы с тобой об этом есть, захочешь, отдельно поговорим. И поэтому я там вчитался и, чисто говоря, ну, я знаю, что творится у нас в тюрьмах, но там, в общем, прям жесть и ахуй была. Ну, те, кто там не сидел, даже близко не знают. Нет. Не знают, вообще не могут себе представить, мы с тобой сейчас об этом поговорим. Ты знаешь, первый вопрос, который мне сегодня накидали во все мои соцсетки, спроси, пожалуйста, у Тисака, почему, значит, вот, по выходу он написал книгу и стал говорить о легальных методах борьбы. Почему он отошел от идеи, от идеи тоже отдельно поговорим. Что вот он сейчас себе мыслит вообще, что он думает о правой идее? Ну, хорошо. Ну, книгу я написал почему? Потому что, ну, у меня, естественно, накопилось много воспоминаний, много каких-то размышлений, да, эмоций, мыслей. И я просто-напросто заебывал всех своих товарищей этими рассказами. Ну, три с половиной года только зона, понимаешь? Сколько у тебя общий срок был? Три с половиной. Вот тот момент взятия под стражу, да? Да, далее, далее, три с половиной, три с половиной года я, собственно, отсидел. Вот. Ну, и надо как-то мозг дефрагментировать, понимаешь? То есть я все это изложил, ну, писать мне было дико лень, у меня прям руки аж крючились, я все записал аудио. А она толстая книга-то? Сколько там страниц? Это аудио. 27 часов аудиозаписи, 510 страниц текста получилось. Вот. Потом редактировали долго, но так как это все было не профессионально, а любительское, собственно, мероприятие, издавать ее тоже никто не хотел, пришлось издавать самостоятельно. Ну, ты мог бы, да, не гороскоп. Потом пытались ее запретить, провели экспертизу мусора. Знаешь, что написали? Что, значит, книжка может спровоцировать позитивное отношение к преступникам, осужденным за экстремизм. Короче... Ну, такая хитро выебанная. Короче, в принципе, Робин Гуд... То есть, она экстремизм вроде не пиарит, но может вызвать симпатию. Да, ну, то есть, 3,5 года тебя там чуть не убивали, и, ну, а вот может вызвать симпатию. Робин Гуд кто такой? Неподчинение федеральным властям, вообще преступник. Чистый террорист. Нет, нормально все. Ну, не запретили, и вот нормально, как бы полторы тысячи практически ушло. Я, причем, систему и здесь решил поднаебать, и продавать ее без издательств и без магазинов. Ну, это единственный путь был, потому что все равно тебя бы никто не издал, и никто не поставил на пункт. Ну, да. Ну, получилось весело, что я. Сейчас у меня новые проекты. А, так вот, по поводу того, что отошел от идеи, что перестал быть скинхедом, значит, отошел от идеи. Ну, я национал-социалист. Куда я отойду? Что такое право идеи сегодня в России? Если говорить вообще право идея, тут я затрудняюсь. Тут линейка длинная. От тебя, да извини, Поткина. Тут дальше до Навального. Да, он ходил даже на русский марш. Да, даже на русский марш. Всю жизнь с евреями везде терся, сейчас русский патриот. Так вот, есть национал-социалисты, да? Ну, последовательная, как бы, философия. Есть национал-либералы, национал-демократы, национал-патриоты, национал-монархисты, православные монархисты. Там вообще, ну, просто такая клиника. С ними я вообще ничего общего не вижу и не хочу даже иметь и вникать в то, что они там предлагают. Потому что это, ну, комплект душевных заболеваний. Вот. А национал-социализм – это философия, это идеология. И, ну, допустим, я не согласен с тем, как сейчас понимается слово «свобода». Вот у нас что такое «свобода»? Ты можешь делать все, что не мешает окружающим. Абсолютно. Свобода твоего кулака заканчивается там, где начинается пространство моего лица. Не так все просто. Нет, как это формулируется? Ну да. На самом деле человек может деградировать, он может бухать, он может колоться. Это его право, конечно. Он может дома своего сына нахлобучивать. А что, если никто в милицию не идет, все нормально. Он может семью свою полностью разрушить. Ведь один наркоман, он подсаживает семь человек минимум на иглу. Он разрушает свою семью, он разрушает общество, он совершает преступления для того, чтобы найти деньги для наркоты. Но за употребление наркотиков посадить нельзя. Можно посадить за распространение только. Или за распространение, или за хранение. За хранение, что, в общем, одно и то же. Почти у всех наркоманов разовая доза, особо крупный размер. Но за употребление их не сажают. Вот, это торжество либерализма. То есть, свобода делать все, что не мешает другим. Я считаю, что должна быть свобода развиваться. То есть, хочешь заниматься спортом, хочешь учиться, хочешь рисовать, творчеством заниматься, музыкой какой-то, наукой, тебе должно помогать государство. Только ты решил деградировать, тебя сразу стопорят. Сразу. То есть, социальное неодобрение полностью. Ты что, ты что делаешь? Как так? Нет, ну, социуму, как правило, пофигу. Так в том-то и дело. Ну, скажи, пожалуйста, если мы заговорили про национал-социализм, да, идеи национал-социализма, да, которые там часто называют, путаются с итальянским фашизмом у нас, они же совершенно, там базовые вещи совершенно другие. Это главенство немецкой расы, расовая частота, сегрегация и так далее и тому подобное. Это базовая вещь, на которую Гитлер выстраивал политику. Понятно, что вместе с тем процветание Германии, то, сё, 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 это мы не смешиваем, не разделяем. Всё это было. Если немецкий социализм, то, естественно, главенство немецкой нации. Конечно. Если русский национал-социализм, то главенство русской нации. Русской нации. Ну, какие могут быть сомнения? Меня так вообще веселят люди, которые, ой, как же вы национал-социалисты, значит, вы за Гитлера, а деды воевали, а как же? Ты что, идиот? Я сразу просто, чтобы убрать эту тему, я заметил, я даже не начал этого говорить, потому что мне вещи эти понятны. Я со многими вещами не согласен, потому что я, во-первых, не могу сказать, что такое русская нация, потому что у нас национальные идеи и понятие человек русский или россиянин, теперь разницы нет. Ну, понятие «россиянин» я вообще считаю ругательным. Ну, тем не менее, оно так вот сейчас... Слово «россиянин» для меня это синоним слова «быдло», синоним слова «животное». Знаешь, «россиянин» — это овощи. То есть, я люблю русский народ, но вместе с тем 90% людей — это овощи. То есть, ну, у людей есть рефлекторный тип мышления, да, и волевой. И волевой. То есть, рефлекторный тип, они мыслят как? Комфортно, я все пойду. Комфортно и дискомфортно? Дискомфортно, я не пойду. А зачем вы на митинг идете? Так там же дождь, а зачем? Вот. Как этих людей уважать? Ну, мне тяжело. Я не хочу, я и не обязан. Я и не политик, понимаешь? А если я стану политиком, так я скажу, ребята, я вас люблю. Я все для вас. Все. Повышу вам пенсии. Замечательно. Да, не забуду, что я говорил два года назад. Ты рассказал про митинги. Я хочу с тобой вернуться в ситуацию нескольких лет назад, когда случилась история в клубе «Белингу». Из-за чего, собственно, ты оказался под следствием, позже под стражей. Правильно я понимаю? Ну, да. Что там было внутри? Я там не был. Я могу судить со слов Кононенко. Мы пришли на дебаты. Ну, собственно, они были открыты, там приглашали все желающие. Пришел я и пришло еще человек восемь, наверное, моих товарищей. Пришли, как бы, вопрос, где демократы, там нужна ли демократия в России. Да, я помню эту тему. Да, там хотел выступить лидер НСО на тот момент Дмитрий Румянцев. Он хотел выступить, оказался потом гандоном. Но неважно. Короче, Кононенко с Латыниной обсуждали какие-то вещи. Ну, совершенно, знаешь, вот если разговор двух старых приятелей, ты подошел и слушаешь где-то середину. Ну, понятно, ты ничего не поймешь. И вот они также что-то обсуждали какие-то свои вещи на сцене. Румянцев говорит, я не понимаю, что они там говорят. Может, давай ты что-нибудь скажешь. Ну, хорошо. Раз какую-то фразу услышал, что Латынина говорит, я занимаюсь политикой только постольку, поскольку это не мешает моей личной жизни. Я говорю, опа, как так? Ну, и... То есть сказала в общем правду? Сказала правду. Ну, тут ей нельзя отказать. Они все занимаются политикой до тех пор, пока не мешают личной жизни. Но заниматься политикой нужно... Нужно как Лимонов. Я Лимонов очень уважаю. Я боюсь как бы с Лимоновым какие-то проводить параллели. Я между тобой ими не провожу параллели. Между ним я сравню их и его, потому что они же были в одной упряжке в декабре буквально. Ну, может быть. И потом разбежались. Мы сейчас вернемся в декабрь. Ну, короче, если ты занимаешься политикой, ты должен готов быть пожертвовать своей жизнью, своей свободой ради блага своего народа. Это понятно. Все. Они чем готовы пожертвовать? Пятнадцатью сутками. Зачем это за смех? Ну вот. И я решил высказаться. Ну, Навальный мне слово давать отказался. Ну, пришлось немножко их провоцировать. Я стал скидывать руку и кричать «Зик Хайль». Вот. Ну, естественно, мои соратники меня поддержали. Ну, то есть, я кричу «Зик», все кричат «Хайль». Да, товарищ милиционер, мы описываем события многолетней давности, которые имели место. Мы их осуждаем и совсем с ними не соглашаемся. Просто, чтобы вы это два восемь. Да, я, естественно, как бы глубоко не согласен, одумался. Одумался, раскаялся. Ну, так вот. После этого кто написал заяву? О, заяву написал Навальный, Маша Гайдар и Илья Яшин. Они как бы коллективное заявление, причем не о том, что хулиганство какое-то, да, общественный порядок нарушен. Написали чисто по экстремизму? Нет, они написали, что вот человек по имени Тесак возбуждал ненависть и вражду в отношении социальной группы либералы. Просим, значит, возбудить против него уголовное дело. И потом жирный свин такой, Митрохим, там все писал депутатские запросы, ну, как бы, чтобы дело двигалось. Оно долго не двигалось, ну, смешно, я тоже думаю, ну, что это, как можно посадить за три фразы? Ну, как? Можно, оказалось. Ну, если, конечно, нужно. Да, закрыли. Суд. Они пришли в суд, в суд-то пришел? Значит, Маша Гайдар прислала справку, что она в Израиле на лечение. Вот, я в Израиле на лечение, я не могу присутствовать. Насколько я знаю, Навальный в суде был, и он сказал, что не надо Тесака сажать, потому что вы его сделаете героем. Навальный как-то очень хитрый так, что это преступник, это нацист, вы понимаете? Вы, сажая его, вы даете ему сторонников, не надо. Мы вот писали заявление, мы хотели, чтобы просто вот наказали, а вы вот так вот, срок ему... Ты что, ебанутый? Ты писал заявление в прокуратуру по статье средней тяжести до пяти лет. Какие ты мог думать административные меры? Это бред. Он юрист. Даже если купил себе где-то диплом и удостоверение адвоката купил, он все равно должен знать. Он тогда еще помнил его адвокатом. Ну, неважно. Он все равно должен был знать, что если ты пишешь на человека заявление по статье средней тяжести, то его закроют. Вот. Тем более, приходить на суд и вот это пытаться... Да я вот, в вашу честь, не знал, но судья... Ну, все понятно. Продолжайте вести... Тебя закрывают. Давай сейчас вот такой вырез сделаем и перенесемся в декабрь прошлого года. Я... Значит, начинаются митинги, и потом идет голосование, которое устроили... Я не помню, кто его устроил. По-моему, то ли не Лига... Я могу... Подскажите, что голосование было? Лиги избирателей или кого-то еще? По поводу того, кто... Оргкомитета Лиги избирателей, кто должен выйти на сцену. Я смотрю, первое место занимает Тесак. Ты, по-моему, в итоге второе занял. Второе. Вот. И рядом Навальный. Да. До этого Навальный был на русском марше. Ты когда вот в эту... Ты же видел все это, естественно. Ну, конечно. У тебя какие вообще чувства были? Нет. Ты был хоть на одном марше? На русском? Нет, нет. Вот не на маршах, а на митингах. Вот не на маршах, а на митингах. Ну, давай по порядку. Да. Да. Значит, я проснулся часа в три дня, когда там уже второй день шло это голосование, а третий день шло это голосование. Мне друг пишет, типа, вот тебя в список кто-то внес, значит, из этих там нескольких сотен фамилий. Давай потроллим либералов, давай сейчас это ты вывеси у себя ВКонтакте, чтобы за тебя голосовали. Я думаю, ну давай я вывешу, а что, смешно будет. Если в топ-40 войти, они должны будут дать мне место на сцене. И, естественно, не дадут. Ну, это очевидно, что они не дадут. При этом они же за народ, они же за честные выборы. То есть они просто поступят со своими принципами. Или они будут вынуждены дать мне место на трибуне. Ну, это было смешно. Я тогда следил за этим с таким, знаешь, открытым ртом, потому что они говорили, что объединиться надо сейчас всем. От правых до левых. Я думаю, ну, окей. Как они объединятся? Так дальше. Я снял предвыборный ролик, что, ребята, маленькие любители экстремизма, если вы выберете меня и выведете меня в топ, в топ, значит, ораторов, то я выйду на сцену, дам по уху Навальному, назову его прилюдно стукачем и пидорасом и выскажусь за отмену 282-й статьи. То есть, ну, здесь почему? 282-я статья позволяет снять любую организацию... За отмену 282-й статьи многие из тех, кто стоял на митинге, они за нее высказывают, в том числе. Ты послушай. Одно дело, как говоришь ты, другое дело, как говоришь они. Понятно. Да, говорят они, но это смешно. Они как... Как Навальный может выступать за отмену 282-й статьи? Он на меня писал заявление по этой статье. Где извинения его? Между тем, ты знаешь, что часть либералов считает Навального националистом. Я не знаю, они могут читать вообще что угодно. Так вот, если 282-я статья действует, ни одна националистическая организация не может принимать участие в парламентских выборах. Соответственно, от 60 до 80% русских людей, ну, там по разным опросам, естественно, не могут проголосовать за ту партию, которую они хотят на самом деле поддержать. То есть, честных выборов быть не может. То есть, что они, посчитайте нас правильно, как им дали пять сортов говна, и вот выбирайте. А я не хочу говно. Ну, тогда иди отсюда. Понимаешь, какие честные выборы. В итоге голосование ты закончил на втором месте. С тобой связывался комитет? А я связывался с комитетом. Ты связывался? У меня, знаешь, как получилось? Там мой товарищ один был на этом комитете, звонит мне по телефону, и, слушай, я тут на комитете, я говорю, на каком? Такой, да вот тут оргкомитет митинга. Я говорю, да ладно, да, включай. Ну, объяснил мне, как с ОТВ какой-то там, значит, собрался этот комитет, такая чистая жидопогоняйка. 80 человек, из них 60 евреев. И сидят, они, значит, обсуждают, как бы не дать мне выступить на митинге. И при этом не потерять лица, потому что, ну, как бы, с одной стороны, они не могут меня просто выпустить на сцену, я назову просто их пидорасами. С другой стороны, они не могут мне отказать, потому что, а как откажут? А какое решение в итоге было? Они отказали, понятно, под каким словом? Ну, Каспаров сказал буквально следующее, что я математик, это теория больших чисел. Она говорит, что это ерунда полная, кто за него голосовал? Там еще кто-то сказал, что, ну, это глупость, это вот, я же говорил, нельзя делать открытую площадку, чтобы добавляли всех подряд. Смотрите, что получилось. Вот и все. То есть они показали всю свою гнилую сущность. За какой они народ? Вот. У них демократия может быть только такая, какая им нравится. Если она им не нравится, то это уже глупость какая-то. Послушай, ну, я вынужден отсылаться к Лимону, потому что я видел его эфир с Максимом Шевченко, где он сказал очень правильную вещь, что это борьба одной буржуазии против другой буржуазии. Здесь о народе никто не говорит. Он сказал, на мой взгляд, совершенно правильную вещь. Буржуазия? Ну, может быть. Ну, а кто там, что, рабочий класс, что ли, был на трибуне? Хоть одного видел рабочего, там, или колхозника? Не знаю, не знаю. После этого ты... А у удальцов чистый рабочий. Удальцов, согласен. Чистый алкоголик. Удальцов, да. Ты присутствовал хоть на одном митинге? Да. Да, я присутствовал. Мы пришли, значит, на первый митинг еще до моего участия в голосовании. Я там ходил, издевался над либералами пришедшими, снимал их на видео. Они спраздничные, с шариками какими-то, с детишками на шее. Говорит, ты что пришел сюда? Я вот за отмену. Говорит, ты что думаешь, ты сейчас вот здесь помитингуешь, и отменят результат выборов? Ну, я надеюсь. Говорит, так ты дебил. Значит, на Сахарова я не пошел. Когда я участвовал в выборах, я там рядом находился. Думаю, ну, хрен его знает. Ведь если бы меня спеленали бы где-нибудь менты, да? Ну, я как бы думал, у меня менты спеленают. Либералы на сцене получат сигнал. Ну, хрен его знает. Понятно, что они с ментами работают. И скажут. И скажут, что мы сдали фашистов-провокатов. Нет, они скажут. Максим, ну, выходи на сцену. Ты же вот, ну, как бы, выступи. Ну, а что? А я сижу в обезьяннике. Выступи на сцену. Ну, нету его. Ну, что же тебе делать? Максим, давайте позовем Деда Мороза. Да, давайте позовем. Нету его. Вот. То есть, я почему-то думал, что они могут даже на это пойти. Нет, там мозгов бы не хватило. Не хватило. Ну, что они разыграли такую вещь, что мы сдали фашистов-провокатов. Они просто бездари. Знаешь, я когда нахлобучил это их голосование, я понял, что они просто бездари. Вот не то, что там, знаешь, какая-то хитрая позиция, там, какие-то заговоры масонов. Это просто болваны, которые хотят влезть в кормушку. Понимаешь? Это как вот мои знакомые пранкеры разводят Березовского. Развели. Смотрел видео там носиком? Развели просто Березовский. Носик, ты дебил. Ты повелся на пранкеров. Ты что, идиот, с ним пранкер разговаривает по скайпу? Это же не один раз разговаривали, трижды, по-моему. Так там много раз. И он ведется. Вот и весь заговор бировой. Но суть-то в чем? Потом у меня был хитрый ход флешмоб устроить. Ну, конечно, не получилось мне организационно. Мы распечатали маски с моим портретом. И там человек 30 пришло на митинг нас. Взяли с собой 250 яиц. Ну, короче, шли, там, бросали во всех яйца. Там идут какие-то антифашисты с флагами. Все, человек 150. Яйца. Такие, фашизм не пройдет, раз яйца летят. Ну, дальше, вон, тесаки идут в масках, нахрен надо. Какие-то идут гражданские действия, на, в затылок яйцо. Ну, так, для смеха. Какие-то за свободную любовь, за честные выборы. Ну, вы-то куда вылезли? Зачем вам свободные выборы? Я видел эту колонну уже на последнем митинге, который был 12-го числа. Они знакомятся, что ли, с мальчиками? Там, что они туда приходят? Нет, ну, послушно, митинг в том числе, конечно, место для того, чтобы... В любой массовой мероприятии. Ну, 12-го числа. Зачем туда пошли националисты? Ну, зачем? Вам показали, что вы там не нужны. А у тебя были какие-то встречи с лидерами националистов? Нет, я с ними не общаюсь. Ты не в тусовке? Я вообще не в тусовке. Я же до посадки, мы пытались чистить движение, то есть НСО, национально-социалистическое общество, и формат 18, моя творческая студия. Да, творческая студия. Ну, мы как бы хотели очистить мух от котлет. Вот здесь вот нацисты, а здесь вот там все эти патриоты, демократы, либералы, национал-демократы, все. А в чем тогда отличие от националистов от национал-социалистов, если ты говоришь все в общем то же самое, да? Главенство русской нации. Нет, нет, нет. Национал-либерал. Либерал делает, что хочет, просто он русский, понимаешь? То есть, ну, ты понимаешь, вот может быть государство, да, в котором все белые, да, все русские. Да. Ну, при этом и гомосеки ходят на улицы, и детей нахлобучивают, в подвалах колются, и все пьяные, и никто не работает. Вроде все национал, но что это? Ну, ты же понимаешь, что, мы сейчас скайпом дадим слово, ты же понимаешь, что вот то, о чем ты говоришь, контроль общества вот таким образом, возможно только в супертоталитарном режиме? Нет, не обязательно. А как ты еще будешь контролировать? А сейчас информационное поле очень сильно, а у людей... То есть, ты хочешь сказать, что ты людям каждый раз на дню будешь говорить, что нельзя быть педофилом, нельзя быть педофилом, они не будут педофилом. Нет, я понимаю, что... Нельзя контролировать, нельзя контролировать, они перестанут винтиться. Слушай, вот у меня сколько было примеров, вот личных, личных. Я общаюсь с человеком, плотно общаюсь, бросает пить, бросает курить, занимается спортом. Вот, ну, реально люди попадают, когда в поле, скажем так, влияние нашей тусовки, там, творческой студии, они меняются, они меняются в лучшую сторону. Причем их никто не заставляет, их никто не бьет, просто мы говорим, хочешь быть с нами, ты начинай развиваться. Раз, это постоянно так, с девушкой общаешься, она пить бросает, курить бросает, ну, потом раз, в какую-то сторону. Но суть в том, что люди становятся лучше, это довольно легко. А если людям показывать по телевизору сериал «Универ», где армянская подстилка становится депутатом в жизни, кто захочет учиться, кто захочет работать? То есть, когда самый распространенный фильм на Новый год «Ирония судьбы» или «Слегким паром», когда там пьяное животное перепутало квартиру, ой, любовь она нашла, что это такое? Ну, слушай, ты понимаешь, в чем? Есть одно «но», да, ты там правильные вещи говоришь, но процент гомосексуалистов, педофилов, умственно неполноценных, он в каждое поколение приблизительно один и тот. Что с ними делать? Нет, не соглашусь. Ну, никак, послушай, вернемся в Германию? Давай вернемся. Все было ровно то же самое. Люди проводились эксперименты и умственно неполноценных пытались отделить от нации. Они все равно через поколение рождались и рождались. Это геном. Есть такое понятие, как бы, Евгеника. Да. Евгеника. Так вот, эту науку надо возрождать, необходимо просто. Здесь речь не о том, что там убивать людей, там неполноценных. Доктор Менгель пытался ее возрождать. Нет, 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 здесь о другом речь. Диагностировать, допустим, заболевание на ранних стадиях беременности. Заболевание детское. Это и есть такое. В том числе... Так эта мать тебе говорит, хочешь рожать урода? Она, ой, да, хочу. Родился урод. Ой, в детский дом его. Ну, конечно. Нельзя давать этого выбора. Диагностируйте. Кто папа? Наркоман. Все, проверили. Он не может быть папой. На. То есть, это все должно быть в принудительном порядке. Слушай, к нам вернемся. Дайте скайп, у нас прям в очередь сегодня. Саша, ты в прямом эфире. Да, привет, Макс. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Александр, я из 2-го Оскола. У меня такой вопрос. А, Макс, почему не стал работать со спецслужбами, рассвет формата и НСО? У тебя была такая возможность? Ну, я не захотел. Спасибо. Ну, я просто не захотел. Если честно, то я был уверен, что Дима Румянцев работает со спецслужбами. Думаю, зачем я буду угаситься? Он там вроде взрослый человек, помощник депутата. Пусть как бы это, пусть дальше разбирается. А он собака, не то, что это работало. Он же показания на меня давал в это время. Ну, что делать? Дайте следующий вопрос. Игорь, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Максим. Привет. Привет. Наконец-то вышел ваш фильм. Спасибо. Вопрос к Максиму такой. В какой стране вам было бы комфортно жить, кроме России? И почему? Не знаю. Я, наверное, в Мексике бы нормально мог жить. В Мексике. Кушать кактусы, там, пьет. Пить, пьет. Не знаю. Да, и жить в хижине. Еще один вопрос дайте, пожалуйста. Алексей, ты в прямом эфире. Здравствуйте. У меня вопрос будет по поводу о кюбай педофилий. Я вот недавно буквально увидел, значит, ролики. В интернете очень идея мне понравилась. Вот единственный минус был то, что там, значит, людей обливают мочой. Да, там, всячески их, значит, унижают. Ну, я, значит, сделал такое предложение, что, значит, давайте, ребята, вот вы создадите сайт, где вы будете фотографировать этих людей, выкладываете на них информацию. И комиксы рисовать. Также, значит, предупреждать соседей этого, соседей, значит, этого педофила. И также, значит, если вы перестанете обливать людей мочой и всяческих унижать, мы готовы, допустим, там, от 50 до 100 долларов в месяц на эти нужды, как бы, делать донейшн своеобразный, да. Вот тут же на следующий день вышел мне представитель, вот, Максим, и говорит, дай 50 долларов прямо сейчас. Я говорю, секундочку, ребят, вот я видео сделал, русским языком рассказал о том, что, значит, вот, давайте название может, оккупательная филия, допустим, сменим, да, вот, чтобы оно было более русскому уху звучно. И, значит, человек, вот представитель Максима говорит, нет, давай 50 долларов прямо сейчас и все, или там, типа, ты кто такой, давай, до свидания. И вот мне вопрос очень простой. Вот это вот движение, да, да, вот это вот движение оккупай педофиля, это вот реальная помощь обществу или это просто способ выкачивания денег? Ну, во-первых, ты кто такой? Давай, до свидания. Мне твои советы вообще, ну, совершенно неинтересны. Оккупай педофиля – это стеб над либералами, понимаешь, не более того, стеб над либералами, потому что все педофилы, по моему глубокому убеждению, они либералы. Они либеральных взглядов всех, вот именно поэтому так и называется. А ты считаешь, что патриот не может быть педофилом? Если он патриот, то он все равно либеральных взглядов в душу, он позволяет себе делать то, что хочет, не то, что должен, а то, что хочет. Они все курят, вот все, кого мы поймали, они все курят. Никто из них не спортсмен. Один такой, у меня легкие, слабые. Че это? Они все уроды моральные, понимаешь, они не стараются самосовершенствоваться. Им захотелось мальчика, ой, я тебе сотовый телефон вам подарю. То есть здесь чистые либералы. Название я придумал, я его оставлю. Давайте так, смотрите, дайте мне, вот, ребят, есть кто-то про окупай, педофиля и будет задавать вопросы, давайте их в конец эфира, потому что это вот у меня запланировано в конце эфира. Я просто, у меня много вопросов реально, мы обязательно поговорим, что через 15 минут после этого. Дайте еще вопросы. Максим, ты в прямом эфире. Здравствуйте. Год назад у нас в Норвегии произошел один случай. То есть террорист Брэйвик расстрелял лагерь тех, кто поддерживает политику рабочей партии, которая принимает иностранцев. У меня вопрос такой, как вы относитесь к этому эпизоду, к этому террористу и возможно ли в России что-то подобное. И вот сейчас идет суд и вот есть выбор, либо его посадить на 21 год в тюрьму, либо в психиатрическую больницу, он пожизненно. И поэтому такое, его считать как уголовник или как психопат. Спасибо. Ну, Брэйвик святой человек, вот, я не могу его осуждать. Вот, Брэйвик мне очень нравится. Я думаю, что, не знаю, не знаю, как наш уголовный кодекс расценит мое высказывание, но он молодец. Ты считаешь, что человек, который убивал детей, молодец? Я считаю, что Брэйвик молодец. А дети в чем виноваты? А почему дети? Здесь, ну, я не знаю этих детей. Он сделал какой-то жест. Он сделал жест. А что это за дети были? Да хрен их знает. Может, их и не было. Брэйвик сделал хороший жест. Он получил возможность высказать свою позицию. Он ее высказал. Он не испугался, он и сейчас не боится, он ее высказывает. Брэйвик молодец. Послушай, ну, если идти по этой логике, да, я тебе сразу скажу, что я Брэйвик совершенно не поддерживаю. Более того, я имел циничную неосторожность написать, в тот день же умерла имя Вайнхаус. Я сказал, что для меня эта история больше значит, потому что, ну, хотя она была наркоманкой и алкоголистикой, я ее музыку люблю, а вот детей я тоже не знаю. Но мне детей жалко, когда убивают. Ну, дело не в этом. Но если идти по силовому пути, чего же он не стрелял тогда людей, которые приехали в Норвегию? Зачем же он выбрал самых беззащитных? Нет. Если ты говоришь, что он сильный, святой человек. Слушай, ну вот это вот, а почему же он тех не стрелял? Ты знаешь, а что же вы узнали? Или стрелять политиков, которые запустили это. Это все как вот нам говорили. А что вы таджиков бьете, а они же вот не виноваты? Потом, раз, а что вы дагестанцев-то режете? Вы лучше ментов убивайте. Потом начали ребята в Приморье ментов стрелять. А что вы ментов-то стреляете? А что вы депутатов не убиваете? Ну, тут как бы, а что вы митингуете? А что вы никого не стреляете? А что вы стреляете, а что вы не митингуете? То есть, ну, критиковать можно все. Надо делать что-то. Я вот делаю, ну, по возможности. Ну, книжку написал. Ну, там, здоровый образ жизни пропагандирую. Ну, там, педофилов ловлю. Ну, что могу, то делаю. Дайте два скайпа еще. Ильдар, только в темпе вальса. Да, приветствую. Привет. Я приветствую Максим. Такой вопрос у меня. Вот, если, допустим, завтра Максим приходит к власти. Как он, собирается ли он вообще сортировать людей, так сказать, по национальному признаку? И кто такой для тебя русский человек? Да, то есть, я уточню немного вопрос. То есть, как он связан, так сказать, со своим вероисповеданием? Вот, допустим, у меня много друзей русских мусульман, да? А вот для кто они для тебя? Они для тебя братья русские? Или, так сказать, они его враги? Ну, я-то не христианин, собственно, поэтому мне что мусульмане, что христиане. Ну, а так как традиционно считается, что русские – это православные люди, то русские мусульмане для меня – это духовные мигранты. Они смотрят, что у нас, ну да, у нас все хреново, да, церковь уже – это просто инструменты зарабатывания бабок. О, а у мусульман-то все нормально. О, давай мы мусульманами станем. Так вы свое что-то сделаете, что вы туда-то лезете? Это просто духовные мигранты. Я их вот так считаю. Ну, а насчет того, что я приду завтра к власти, ну, это так нереально. Я к этому совершенно не стремлюсь, что я об этом даже и не думаю. А как русских рассортировать? Да сами себя очень быстро все рассортируют. Остальных. Что? Остальных – ты кого имеешь в виду? Татар, дагестанцев, дагестанцев, чеченцев. Татар, дагестанцев, евреев там, да, да, да. Ну, здесь очень просто. Существуют граждане, существуют подданные, понимаешь? Граждане – это те, кто могут избираться и быть избранными. Подданные – это те, кто работают, трудятся, торгуют, все что угодно. У них равные права или у них нет избирательного права? Нет, избирательного права у них нету. А им и не нужно. Понимаешь, большинству людей оно вообще не нужно. Вот, кстати, очень важный момент. Люди вроде получили избирательные права, да, получили. А вот представь, говорят, выборы нечестные. Голосует любой баран, любой дебил, алкоголик, старуха какая-нибудь, которая читает только газету «Красная звезда». Вот, они приходят на выборы, голосуют, и эти голоса равны голосам тех людей, которые реально изучают программы политические, да, следят за новостями. Есть сторонники избирательного ценза. Так куда справедливее было бы, чтобы человек, чтобы получить избирательные права, ну вот как, чтобы получить права на управление автомобилем. Тебе надо сдать экзамен. ПНД, НД, экзамен ты сдаешь, теорию, практику, деньги платишь. Здесь ты решаешь судьбу государства, ты не железкой управляешь, судьбу государства, и ты просто должен, ну, достаточно трезвым проснуться, чтобы дойти до участка. Можно не пронить трезвым. Ну, достаточно, чтобы дойти. Сделайте так, чтобы люди должны были сдавать эти экзамены. Тогда, ну, во-первых, 90% просто скажут, да ладно, пусть они там это голосуют, мне-то зачем, я на работу хожу, мне некомфортно ходить, сдавать эти экзамены, месяц тратить на получение избирательного права. Здесь вообще решится проблема вот этой вот массы, которая просто конформизмом только думает. Все, показали по телевизору, идем туда, все, пошли туда. Написали в газете «Вечерняя вишня», пошли туда. Спасибо. Акс, вопрос, который вот я по книге уже идут. Ты до тюрьмы, и ты после тюрьмы. Я понимаю, что ты можешь о тюрьме рассказывать часами, да, потому что это жесткий опыт, и никому не пожелаешь, и в то же время никто в России от этого не зарекается. Вот основные моменты, вот ты вышел каким человеком? Понятно, что он тебя сделало сильнее, судя по тому, что ты писал. Ты противостоял, значит, ты становился сильнее. Я что-то сильнее сделала, злее сделала, циничнее сделала. Ну, умнее. Я очень много читал, я просто немеренно читал. Бывало, что и по 16 часов в сутки. Скажи, пожалуйста, я ничего не знаю о тюремных порядках и понятиях, ну, кроме того, что я как любой лох читал в интернете, да. У меня вопрос, вот ты приехал по 282, а в тюрьме сидят разные люди, сидят чеченцы, сидят дагестанцы, сидят евреи, да. Они знают твою статью, как они к тебе относятся? Нормально относятся, ты знаешь, как. Во-первых, в тюрьме всем на всех наплевать. Ну, вот реально, всем на всех наплевать, то есть надо начинать с этого. А второе, там уже дальше смотрят, как ты себя ведешь. Ну, то есть есть люди, которые, ой, нет, я это, нет, я вообще, я и не националист, я и вообще. Вот тут сразу уже начинается, ага, а что ты, ты же говорил одно там, теперь здесь то. Ну, а мне куда деваться, да, я национал социалист, да, и что. Ну, конечно, это надоедало, с одной стороны, потому что... А у тебя, то есть это все три года об этом были разговоры? То есть к тебе приходили, например, люди, говорят, ну, а как ты считаешь, что нас убивать надо, например, да? Да там по-всякому спрашивали. И там, а что убивать надо, считаешь там, ну, я считаю, что надо политическими методами. Я, допустим, я не могу сказать, что мне жалко вас, да, ну, потому что я буду же врать. Я говорю, нет, я считаю, что это бесполезно, это неправильно. Ну, я реально так считаю, что это бесполезно и неправильно. Надо делать какие-то политические шаги. Но политические шаги нам не дают делать, потому что, допустим, меня посадили, НСО развалилось. Ребята смотрят, нет организации, начали резать. Ну, потеряли, как бы, ориентир вот этот политической реальной деятельности легальной. В результате куча народа уехала на пожизненные сроки. Что такое русская тюрьма? Знаешь, я слышал мнение, что в тюрьме, типа, честнее, чем вот на гражданке. Что там, типа, вот понятие, если ты там зашел и мужиком, значит, вот там идешь, там никто с тебя не спросит. Если блатным, то блатным и так далее. Ну, знаю, вот есть набор мифов. Офигня все вообще. Я сейчас не буду опускаться, дать полотенце, там, вот это вот, цехи, вот это. Нет, полотенце, это все малолетка. Да, понятно. Да, короче, в тюрьме нельзя верить вообще никому. Вот вообще никому нельзя верить. То есть, ну, понятно, что ментам нельзя верить, следакам нельзя верить, сокамерникам нельзя верить. Почему? Ну, потому что они стучат. Все. Но ты же не сможешь угадать, кто из них стучит? Ну, большинство абсолютно. А если не стучит, так прослушки в камерах, понимаешь? Он может просто подводить тебя под какие-то темы, и там все это прослушивается. Ты это знал или ты этому научился? Блин, я как-то почувствовал. Мне очень повезло, что я это почувствовал. Ну, потому что меня посадили, допустим, по первости к киллерам просто. Идиоты, они спрашивают то же самое, что меня спрашивают опера только другими словами. Ну, я же это чувствую, я же это понимаю. Вот, у меня голосовые связки почти отнялись, я не разговаривал в камере, потому что все вопросы чисто по протоколу. А что, расскажи, а финансирует-то вас кто вообще? От кого шагаете? А что, много народу-то у вас? А что, режете кого-нибудь? Вот, простые такие вопросы ненавязчивые, внутрикамерные. Нет, там верить никому нельзя. Разговаривать можно только, ну, не знаю, про еду и про то, как ты хочешь на рыбалку съездить. Ну, про наркотики мне, допустим, неинтересно. И так все три с половиной года? Нет, нет. На самом деле можно методом жесткого отсева найти каких-то людей, с которыми интересно общаться. То есть это очень тяжело, но ты их находишь, с ними общаешься, анализируешь, стучит он, не стучит, есть у него интерес какой, нет. Потом, когда понимаешь, что этот человек нормальный, начинаешь с ним общаться. Истории про жесточайшие побои. Про пытки? Все применялись в пытке? Да, на тюрьме меня не пытали. На период следствия я сидел в 99-1, то есть это федеральная тюрьма, там я сидел с такими знаменитыми людьми, великими даже, как Леша Солдат, киллер. Вот, Василий Бойко, великий тоже, ну, великий человек, все, рейдер. Был обвинен, конечно, не виновен ни в чем. Вот, ну, много, много великих людей, все, тюрьма федеральная, все вежливо. А вот на зоне совсем другое дело. На зоне ты уже, ну, прежде всего, ты осужденный, ты животное, которое лишено гражданских прав, ну, сильно ущемлено в правах. И вот из Москвы пришла бумажка, значит, что надо поинтересоваться, у меня не знаю ли я, кто убил Бабурову и Маркелова. Вот, а это было 12 июня, это был праздник, заместитель начальника по безопасности оперативной работе нахуячился и решил раскрыть дело. Вот, ну, короче, сначала меня просто били. Я говорю, я не знаю, кто убил. Такой, все, на карты сел, сижу, руки за голову, там народы целые, толпа вокруг козлов. Ну, козлы это те, кто помогают администрации. Такой, слышу, ну, все, по губам, и на четвертый барак его. Смотрю, стоит петух пипись, куда стал, уже все свесил, раз встаю, говорю, что? Такой, сядь на карты. Нет, не сяду. Такой, сядь, я тебя сейчас убью, вы убиваете, а не сяду. Ну, в принципе, ну, столько народа, ну, они меня заломали бы. Но козлы сами, они стоят, видят, это просто беспредел полный. Начальник пьяный, опускать человека, они знают, кто я, им стрёмно, они не вмешиваются. Начальник пытается меня сам заломать, чтобы, значит, опустил. А это боевой петух его. Боевой петух, всё, опускает там людей по его приказу. У начальника не получается, потому что он жирная свинья пьяная. Значит, я как-то увернулся, он упал. Я думаю, ну, всё, нападение на сотрудника администрации, это всё сратых чик до пяти лет, это прям сходу. И все СДПшники на меня, уж, смотрю, ринулись. Я думаю, так, ну, что делать? А там газоны, короче, газоны не как у людей, газоны из земли, и они програблены. Прошёл дождь, там мокрая, грязь какая-то. Я туда, бац, лицом, и так в землю врылся, чтобы, ну, не дотянулись до меня оружием. Начальник что-то на меня сел сверху, СДПшники перевернуть пытаются, но не получается. Потому что я очень не хочу голову поднимать. Ну, короче, крутили, крутили. Ладно, давай, последний шанс, кто убил? Я говорю, я не знаю. Говорить будешь? Я говорю, да говорить я буду, кто убил, не знаю. Ну, всё, пойдём. Ну, короче, отвели меня в баню, привели туда явочников. Явочники – это тоже специальные люди, есть на каждой зоне, кто выбивает явки с повинной. Вот, ну, то есть признание в чём угодно. Вот, ну, и, короче, ну, минут 15-20 меня палками так это обрабатывали. Вот могу сказать честно, молчать во время пыток нельзя вообще. Ну, нельзя. Вот, никто не молчит во время пыток, будешь что-нибудь говорить. Я рассказал всё, что по телевизору видел, всё, что в газетах читал, всё, что мне менты на допросах рассказывали, и адвокат, который приходил. Они написали все эти версии про администрацию Химкинского леса, про чеченский след, про там, короче, всё. Такие, ну вот, а говоришь, не знаешь ничего. Ну, и всё, и понесли меня на барак. У меня вот такие ноги, как у бодибилдера. Шея за гривой куда-сюда начинается, и там в спину уходит. Ну, всё, чёрный вообще весь. Вот, бросили на барак. Кстати, ты знал, что если сильно человека избить, у него температура повышается? Угу. Я вот не знал, прям повышается. Я тоже не знал, пока не избили. Реально повысилось, я лежал, там, пыл вот так, трясся ночью. Ты организм бороться начинаешь. Ну, да. Самая страшная мысль у меня, у меня две были страшные мысли. Во-первых, как я срать пойду утром? Понимаешь, у меня вот такие ноги, как я присяду? Ну, размялся нормально. Вот, как бы получилось. И второе, я думаю, ну, это же продолжение-то последует. Вот. Ну, нет, повезло. Через две недели приехали мусора из Москвы. Такие. Ну, да, правильно, он ничего не знает. Старшопер. Как не знает? Вот, написано же. Такой, да это фигня, это все знают. А вы что? Нет, ну, дело громкое, нам приказали всех допрашивать. Ах, эти люди до сих пор работают там? Да? Работают. То есть, и кто-то с такими же ногами заезжает на барак? Нет, начальника посадили через месяц после того, как я выпустил книжку. У меня совпадение, не совпадение, но мне позвонил мой товарищ зоны. Ну, то есть, он освободился тоже, говорит, вот Михалыч просит ему трус и лифчик прислать. Я говорю, зачем? Ну, просит. Я говорю, куда прислать? На зону. Я говорю, зачем? Вот, сидит он, а уехал гандон. Вот. Не знаю, связано это как-то, нет, может быть. Ну, я там фамилии, факты все описывал, там, они же вымогали еще деньги. Ну, то есть, узнают, у кого есть деньги из заключенных. Через зэков он узнает, заводят в кабинет начальника отряда, раз, пиписькой по губам. И говорят, ну, 50 тысяч рублей и удо. Или все будут, значит, и петух. И там люди, мама, пожалуйста, продай там все, давай денег, пришли, пожалуйста, вот надо. Это нормальная практика. Представляешь? Деньги забирают все лагерные администрации. Ну, делятся. Ну, там что-то зэкам, что-то администрации, но администрация кушать-то надо как-то. То есть, это на всех зонах. Ты знаешь, что на зонах ремонты делают только за счет зэков. Все, что идет из сина, все разворовывается. Ну, да, было бы странно, конечно, если есть бесплатный материал. Ну, конечно. А материал все же хотят дать, ну, потому что дал материал тебе раз свидание дополнительное. Дал материал тебе раз поощрение, раз удо. Да, 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 который оживлял детей. Я слышал, значит, сидел, ну, мы в одной праве сидели, и на Белом Лебеде мне рассказывал тип один с его зоны. На Горобового развели вообще на бабло. Он больше 100 тысяч рублей вбухал, построил парник. Ну, конечно, по УДО уйдет, но прикинь, сколько он бабок оставил. Я смотрю, ты что вообще идиот. Для Горобового 100 тысяч рублей. Слушай, Макс, расскажи мне о том, чем ты сейчас занимаешься. Чем ты сейчас занимаешься, я знаю. Ты ловишь педофилов. Я неправильный вопрос поставил. Кто эти люди? Они в жизни кто такие? Вот те кого-то отлавливают. Ух, разные люди, ух, разные. Я вот в том-то и дело, я же пытаюсь найти у них нечто общее. Пока что из общего у них именно... Какая это возрастная группа? Неполноценные семьи. Ну, возрастная группа. Один был, 26 лет, самый старший, там, 45. Неполные семьи? Да. Социальный статус? Торгаши, банкиры, менеджеры? Разные, разные. Врач, врач попался. Попался, значит, преподаватель Рогимой имени Пирогова. Он, значит, преподавал психологию. Ну, наверное, сейчас преподает. Вот, короче, сказал, что он волонтер. Я волонтер, я принес, вот сейчас отдам сотовой. Я говорю, кому? Нет, отдашь сотовой? Нет, ему. Я вот принес, я ему обещал. Я говорю, а пипиську ты ему зачем показывал? И я с ним проводил социальную работу, чтобы он переориентировался на девочек. Я пишу исследовательский, значит, доклад на тему этических проблем гомосексуализма. Ах, так мало того, оказалось, что он еще и дьяк, понимаешь? Чудо банысты. Вообще красавчик. Что ты с ними дальше делаешь? Я вырезаю все, что я дальше делаю. Понятно. Здесь же монтаж. Вот, ну, в принципе, нет, я стараюсь доброжелательно очень с ними разговаривать. Ты пытался сдавать их в органы? Ментам? Нет, пока. Пока нет, но все в проекте. Понимаешь, мы же развиваемся. Вот мы сейчас купили оборудование, да, скрытые камеры. То есть, если изначально, ну, до того, как я этим занялся, обычно все выглядело так. Подходит парня, говорит, так, ты что, ты писал мальчику? Нет, не я. Ты писал, нет, не я. Ты писал, нет, не я. На тебе по морде. Вот. Сейчас по-другому. Он встречается с мальчиком, с ним разговаривает, потом мы подходим. Мальчиков вы берете своих? Да. Ну, мальчики у нас там 16-17 лет просто. Специально обученные? Ну, да. Ну, там спортсмены всякие. Ну, понятно. Потом одеваем, знаешь, вот есть нормальный парень. Одеваем его, он такой раз, и уже россияне становится молодой. Вот. Но сейчас, но сейчас я нашел уже 13-летних мальчиков. И вот за это педофила реально можно будет посадить. Потому что за то, что он 17-летнего мальчика, показывает педофиль. Да, ты ему ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Ну, он же 17-летний. А то, что педофил думал, что он 13-летний, ну, и что, ну, мало ли кто что думал. А вот за 13-летнего мальчика его можно посадить. Мальчику... Где они их... Где ты их отлавливаешь? В соцсетях? На Мамбе там, на ВКонтакте. Их... То есть они заходят, они заходят на детские страницы и начинают... Ты даже не представляешь, сколько их. Мы создали аккаунт мальчика, да. 50 гомосеков этих, педофилов написало в первую жизнь. 50 девушкам. Да, в день. Девушкам столько не пишут. Ты понимаешь? Нет. Это просто... Дядя Гриша, привет. А у тебя писи уже волосатая? А ты ее трогаешь? Ты понимаешь, это дядя Гриша, все, пожалуйста. В принципе, можно фотки этих дядь Гриш выкладывать. Там в день такая база накопится. Но это не так интересно. Слушай, а дети не говорят родителям, ничего им стыдно. Слушай, дети... Дети это вообще отдельная тема, на самом деле. Я думаю, сейчас вот я как бы пропиарю немножко свою идею. И кто-нибудь это сделает. Смотри, одна моя знакомая девчонка создала анкету мужскую. И сидела, писала, значит, детишкам. Ну, там, давай, может, с тобой сходим. Звонит мне вечером, а у нее у самой сын такая... Говорит, Макс, я в шоке. Это просто маленькие шлюхи. Мальчика 13-летнего развести на секс за телефон легче, чем девчонку 18-летнюю. Это просто кошмар. У нас просто растут малолетние шлюхи. Понимаешь? То есть здесь проблема-то она глубже. То есть с одной стороны есть педофилы, да. А с другой стороны есть дети, которых воспитало наше общество. Да, вот это вот как бы общество потребления, комфорт. Вот, и все, и эти дети уже выросли шлюхами. Даже если они сейчас не дадут дяде Грише... Они дадут дяде Миши. Они дадут дяде Миши, дяде Саше. Это все равно произойдет. И вот именно вот в этом весь либерализм и есть. Понимаешь? По-другому никак. Как ты думаешь, я просто разговаривал с людьми, которые занимаются... Я тебе уже до эфира сказал, что все законы, которые по защите ужесточения, наказания в отношении преступлений против детей, они думают, вот все педофильские истории мягко сливаются очень. Можно сейчас фантазировать, но и говорить там о лобби, не лобби. Факт остается фактом, они сливаются. Я разговариваю с людьми, которые занимаются деятельностью подобной твоей. Они говорят, что в принципе до суда доводить все дела очень сложно. Но есть только если доказуха железобетонная. А вот за то, что кто-то кому-то в соцсети что-то написал, это всегда... Нет, за это нет. Но я смотри, как хочу. Я хочу, чтобы садятся они в кафе. Знаешь, есть такие кафе прямо около окна. Вот садятся они так красиво. Сидят, воркуют. Мальчик говорит им, ну что ты мне деньги-то дашь, ты как бы это сразу дай. Ну на тебя, что ты должен сделать. Ну как, ну я тебе послюнявлю. Все записано. Петличка, скрытая камера. Снаружи снимаем. Он выходит, ну и здесь уже нормально можно ему поаплодировать, там как бы взять интервью. Ебал тебя папа в детстве, нет. Как ты вообще до этого дошел? А в бога веришь, не веришь, спортом занимаешься, не занимаешься. Ну социальные вопросы, портрет его составить. Это же очень интересно. Потом на тебе, мочи в лицо и дальше милиции сдавать. Потому что 13-летнюю мальчику давать деньги за интимные услуги, это все, это железобетонная статья. А ты понимаешь, что тот человек тебя обвинял в том, что ты мочуем плещешь. А кто он такой, меня обвиняет? Понятно, что он никто. Вопрос другой, что в Штатах за подобные вещи люди в некоторых Штатах могут на пожизненное отъехать. За педофилим. Ну и хорошо. Да, моча в лицо, это типа просто, ну, ты ничего ему не сделал. Абсолютно. Я более того, я не знаю рецидивов, но я думаю, что он недели две будет в шоке, а потом опять вернется на поле. Ты думаешь, две недели он будет в шоке? Ну мне так кажется. Они в тот же вечер возвращаются на сайт знакомств, с той же анкеты сидят. Я понял. В тот же вечер, с той же анкеты, ему вообще пофигу. Мы только одного встретили, самого первого, вот Александра Павлова в метро его встретил. Как раз Артем, говорит, идет, у него синяки на обоих глазах, нос на бок и вся голова в шишках. У нас есть вопросы с зала? Дайте вопросы с зала. Здравствуйте, меня... Скидывай. Меня зовут Юля. У меня к вам вопрос по поводу видеоролика, где вы инсценировали казнь таджикского наркоторговца. Да, хороший ролик. Вы ведь эту казнь только инсценировали тогда. Да. А вот что, если бы вам дали реально пять таджиков и сказали бы, Максим, вот делай с ним, что хочешь. Вот мы тебя за это не посадим, не арестуем, ничего не сделаем. Вот вам бы хватило чисто человеческих качеств, чтобы реально этих людей убить, расчленить? Ну, сама-то как думаешь? Закопать заживо. Ну, сама-то как думаешь? Ну, я у вас спрашиваю. Ну, я-то что думаешь, сейчас тебе все отвечу? Ну, конечно, я хороший человек. Я бы все сделал, как надо. Ну, как надо это как? Как надо я бы все сделал. Ну, а тогда какие цели были у этого ролика? Если бы я, понимаешь, почувствовал бы ненависть конкретно к этим таджикским наркоторговцам, я бы все с ними сделал, все, что нужно. Но как социальная группа таджикские наркоторговцы, я их очень уважаю. Вот. И я желаю им успехов в продаже наркотиков, вот, девушкам, значит, особенно русским, вот, которые такие вопросы задают и явно их защищают. Спасибо. Я их нехорошо. Макс, нам, к сожалению, моему великому, придется закончить, потому что у нас через 15 минут молодая смена заступает Angry Guys с Ильей Яшином. Я тебе скажу, я обычно... Можешь подождать его? Нет. Ну, я обещал. Я обещал. Ты знаешь как? Я обычно задаю гостям последний вопрос, у меня к тебе вопросов нет. Нет, я во многом с тобой, очень во многом с тобой не согласен, но я хочу тебе сказать, что ты мужественный человек, и то, что ты перенесся, это врагу не пожелаешь. И я, не знаю, нашел бы я в себе силы такие вещи пережить и перетерпеть. И ты человек со стержнем. Я, не знаю, тебя порадует это, не порадует, я несколько раз всего за год программами на F-Life говорил эту фразу. Я очень хочу стать встретиться еще, и сесть еще раз делать часовое интервью и поговорить о разных всяких вещах. Спасибо, ну приглашай. Вот. Часак был в интервью именно на F-Life. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прямо... АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...